Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Грязный воздух в областном центре вновь обнаружено превышение вредных веществ. Польза или вред нужен для рязанской молодежи проект «Под мостом». Древняя мостовая. Во время реконструкции площади Ленина рабочие обнаружили брусчатку XIX века. Чем мы дышим в Рязани? Вновь зафиксировано превышение загрязнения воздуха. Об этом на своем официальном сайте сообщили сотрудники Рязанского гидрометцентра. По данным за июнь, уровень загрязнения оценили как высокий. О самых грязных районах города, а также где можно подышать свежим воздухом, расскажет Валерий Седов. Формальдегид, сероводород, фенол, диоксид азота, диоксид серы – все это только часть вредных веществ, которые содержатся в воздухе нашего города. Некоторые из этих соединений можно встретить и в табачном дыме. И хоть в десятку самых загрязненных городов России Рязань не входит, экологическая обстановка оставляет желать лучшего. Министерством здравоохранения разработаны и приняты нормы ПДК – предельно допустимой концентрации вредных веществ, содержащихся в воздухе. И если хоть один из элементов превышает норму, то он оказывает негативное воздействие на организм. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в июне месяце консультировался как высокий. Регистрировалось превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду, фенолу, сероуглероду, взвешенным веществам. Наиболее часто регистрировалось превышение ПДК микроэннестроитель. И в течение месяца регистрировались два случая, были зафиксированы превышение ПДК по сероводороду выше пяти ПДК. Забор воздуха на проверку осуществляется на четырех стационарных постах. Располагаются они на улице Горького, в микрорайонах Приокский и Строитель, а также в Сысоево. За июнь лаборатория проанализировала более двух тысяч проб воздуха по девяти ингредиентам. Уровень загрязнения оценили как высокий. Чаще всего превышение ПДК по сероводороду фиксируется именно в строителе. По словам специалистов, причина такого загрязнения воздуха – это антропогенные факторы. То есть выхлопные газоавтомобили, выбросы различных заводов и станций, теплоэлектростанции и котельные. К сожалению, превышение ПДК в нашем городе фиксируется, если не часто, то с завидной периодичностью. Вопрос только в том, можно ли где-то подышать свежим воздухом, когда это так необходимо. Вот тут нашему городу есть чем похвастаться. Недавно же поставлен на кадастровый учет зеленый пояс. Вот зеленый пояс Рязани – это наше большое достижение. 68 тысяч гектар, 1200 участков, 1200 там с хвостиком, не помню точную цифру. Это зеленый пояс. Вот смотрите, зеленые, все, что вот этим цветом, это зеленые зоны, это наши легкие, это наша экология. Рязань стала первым городом, который принял и поставил его на кадастровый учет. По словам Евгения Рыбакова, зеленый пояс нашего города – самый большой в России. Такое действие поможет защитить леса и скверы от застройки. Все участки на официальном уровне будут переведены в парки, то есть строительство на них будет запрещено. К сожалению, обычно активистам приходится их отстаивать. Например, в прошлом году дубовую рощу из 1200 деревьев перевели в зону застройки. Защитить деревья удалось, но только это одна из многих побед. Евгений Рыбаков также отметил, что парков, к сожалению, в городе становится меньше. Однако есть и обратная тенденция – стали появляться небольшие скверы. Так что свежий воздух в Рязани найти можно. Вот только для этого придется выбираться в парки и скверы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Чистый воздух можно найти и в Мещерских лесах. В самом центре как раз расположен санаторий Старица. Помимо прекрасных природных условий, здесь представлен широкий спектр медицинских и косметологических услуг. Именно благодаря этому санаторий вошел в число организаций, которые будут участвовать в проекте по развитию медицинского туризма в регионе. Подробности далее в сюжете. Оказание услуг европейского уровня в самом центре Мещерского края. Именно так можно охарактеризовать санаторий Старица. Мои лучшие традиции прошлого и новейшие технологии. А также квалифицированные врачи стоят на страже здоровья жителей России. Наш санаторий многопрофильный. Мы практически по всему спектру заболеваний оказываем помощь. Хочется сказать, что у нас великолепная диагностическая лечебная база. Очень много нового оборудования приобрели. И только в этом году мы порядка 8 единиц новых приобрели. В том числе аппарат УЗИ экспертного класса, креосауну, спа-капсулу для косметики. Ну и много другого оборудования. Пользуемся своими уникальными природными условиями, в которых расположен санаторий. Это, по сути, вход Мещеров. Для тех, кто посетит санаторий Старица, открывается уникальная возможность побывать в одном из красивейших мест заповедной природы России. И вместе с тем поправить здоровье. Комфортному отдыху способствует активный и разнообразный досуг. Все это является несомненными плюсами такого санаторного отдыха. Старицу все чаще приезжают из других регионов, поэтому санаторий может стать активным участником программы развития медицинского туризма в регионе. Направление очень перспективно для нас. Действительно, мы видим, что это все сейчас активно развивается. Это касается и стоматологии, это касается и санаторий, в том числе и нашего санатория. Я просто скажу, что по нашему контингенту отдыхающему, это порядка 65-70% жителей других областей. В основном это московский регион, Москва и его область. Я думаю, что это тоже своего рода привлечение инвестиций в Рязанскую область. Санаторный отдых с каждым годом выбирают все больше людей. Комфортный климат, красивые пейзажи в любое время года. К тому же сейчас в санатории Старица можно не только поддержать здоровье, но и сохранить красоту. Здесь работает современный спа-центр, где специалисты предложат самый широкий спектр программ по уходу за лицом и телом. Санаторий Старица находится по адресу город Рязань, поселок Солоча, улица Владимирская, дом 95. Телефон для справок 28-80-08. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». К другим новостям. Еще на одного бизнесмена завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. История с продажей заправки получила продолжение. На этот раз уклонистом стал брат печально известного индивидуального предпринимателя, который скрыл от государства 3,5 миллиона рублей. Его родственник также не указал в декларации средства от реализации своей части заправки. Тем самым уклонился от уплаты налогов в размере 3 миллионов рублей. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, которые направлены на сбор доказательственной предпринимателя. В ходе разследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается. И лесопарковая зона, и спортивный комплекс на свежем воздухе. В Рязани продолжается реализация социального проекта «Под мостом». Восемь различных по своему назначению зон расположены в лесопарке. Мы решили пообщаться с молодыми спортсменами и узнали, нужны ли им подобные площадки для занятия спортом. На улице проливной дождь, но рязанскую молодежь, кажется, это нисколько не смущает. Спортивные площадки в лесопарке «Под мостом» еще не готовы полностью. Несмотря на это, здесь уже прошло занятие по паркуру. Ребята признаются, такого места в городе им очень не хватало. Движение паркур начало возрождаться в Рязани год назад, но места для занятий не было. Им приходилось переходить с места на место, их гоняли и не давали заниматься любимым, пусть и экстремальным видом спорта. Нам она очень нужна и, в принципе, это единственное, что нам так долго и не хватало, из-за чего во многом наше движение прекратилось существовать, из-за того, что у нас не было определенных условий. Здесь нас будут видеть разные люди, привлекать будем больше молодежь, чтобы она не просто ходила по лесу бездельно, не расстреляла алкогольные напитки, не курила, а видела, как люди занимаются спортом и мотивировалась. Нам нужно определенное место, где мы тренируемся. Нас постоянно ищут, а нас знают, но найти нас нигде не могут, потому что мы перемещаемся везде по городу. И определенное место поможет всем найти нас и собраться всем вместе. Здесь нравится покрытие и атмосфера, никто не мешает. В принципе, здесь самое то. Под мостом планируется сделать 8 спортивных площадок. Три из них будут оборудованы для занятий стритболом. Также здесь разместят зоны для детей, занятий дворовым футболом и тренировочную зону для воркаута. Именно последняя и привлекла внимание рязанских любителей паркура. Воркаут – это в первую очередь турники. Турники – это тоже часть паркура, фрирана. Фрирана – это подразумевание паркура, которое больше включает в себя акробатики. Акробатики, турники и все различные препятствия, городские, искусственные, все нам подходят. Поэтому площадка для воркаута была бы даже идеальна. Уличный спортивный центр планируют открыть в первых числах августа. Более того, последний месяц лета может запомниться финалом Кубка России по уличному баскетболу. Его проведут как раз на этой новой городской площадке. Сейчас уже монтируют входную группу. Площадки утеплят, так что заниматься спортом в лесопарке можно будет круглый год. На случай весеннего разлива тоже все предусмотрели. Конструкцию подняли на 60 сантиметров от земли, а при необходимости ее можно будет перенести подъемным краном в другое место. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Частичка истории. Каменное мощение XIX века сохранилось под асфальтом на огромной территории площади Ленина. Около полутора тысяч квадратных метров булыжный мостовой находится всего в 35 сантиметрах от поверхности. С начала реконструкции в центре города археологических находок становится все больше. На месте побывала наша съемочная группа. Реконструкция площади Ленина – тема довольно интересная. С одной стороны, за проголосовало больше 50% рязанцев, а с другой – именно здесь находятся важные исторические сооружения. В письменных источниках площадь Ленина называлась раньше «Новая Черная Слобода». Сюда переселились 63 купеческих семьи. Сейчас их усадьбы скрыты под метровым слоем асфальта, глины и земли. Благодаря раскопкам можно узнать планировку города в размерах целого района. По письменным источникам, по архивным картам мы понимаем, что Слобода, Переславль-Рязанск, располагалась именно здесь. Но археологических исследований на этой территории еще никогда не проводилось. Поэтому та возможность, которая выпала археологам сейчас в 2018 году, она уникальна. Мы знаем, что на соседних территориях, скажем, на улице Горького, на улице Маяковского, на улице Пожалуйста, на археологические слои, есть в очень хорошей сохранности. Логично предположить, что они также сохранились и здесь. Под асфальтом брусчатка, которой почти 200 лет. Каменное мощение мостовой было выполнено в 1821 году. Подобный камень рабочие находили во время нашумевших работ по прокладке труб на Кремлевском полу. Для археологов важен также и грунт, а точнее слои его залегания. По ним можно более точно определить вехи истории нашего города. Поэтому даже благодаря обычному археологическому наблюдению можно сделать много важных открытий. Василий Конов рассказал, что исторический слой здесь около метра. Территория очень информативна, как в историческом, так и в археологическом плане. Сегодня рабочими сделана очень интересная находка. Вот буквально сейчас они нам ее передали. Это фрагмент стеклянного сосуда 19 века с орнаментом по донцу. Очень хорошо видно, что сделан этот сосуд вручную. Водувался именно вручную, не заводская, не фабричная методика изготовления. И таких находок 19, 18, даже 17 века здесь должно быть еще очень и очень много. Вот только заявить официально об этих находках невозможно. В настоящий момент ремонтные работы ведутся без привлечения археологов. Один из самых интересных и одновременно опасных видов работ – это бурение скважин, глубина которых порой достигает трех метров. Благодаря таким скважинам можно сделать много важных открытий, такие как глубина залегания исторического слоя и многое другое. Вот только пока работы ведутся без привлечения археологов. Поэтому гарантировать то, что рабочие случайно не повредят исторические артефакты, просто невозможно. Сейчас в моих руках фрагмент кожаной обуви 18 века. Неизвестно, был ли он цельным до того, как начались эти работы. Подобных фрагментов в земле достаточно. Вот только до сих пор с управлением благоустройства города ведутся переговоры о привлечении археологов. Как заявил Василий Конов, такой шанс вряд ли представится снова. С каждым новым днем работ грядут и новые проблемы. Для прокладки траншей был выкопан и вывезен в неизвестном направлении большой объем брусчатки вместе с историческим грунтом. Что с ним случилось, также остается тайной. Наш телеканал отправил запрос в администрацию города, чтобы получить ответ на волнующие археологов и горожан вопросы. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Международный волонтерский корпус был открыт в Касимове во вторник, 17 июля. Добровольцы из России, Франции, Марокко и Бейрута примут участие в реконструкции торговых рядов. Работы продлятся до 2 августа. Подробнее расскажут наши касимовские коллеги. В год волонтера продолжается работа добровольцев по сохранению историко-культурного наследия России. Сегодня состоялось открытие международного волонтерского кампуса. В Касимов приехали волонтеры из Франции, Туниса и России под руководством опытных реставраторов. Они примут участие в восстановлении объекта культурного наследия 19 века федерального значения торговых рядов на Соборной площади. Это один из немногих сохранившихся в России монументальных комплексов торговых рядов. Это очень важно и с точки зрения того, чтобы торговые ряды быстрее снова стали той же мчужиной, которой они и являются. Это еще и важно с точки зрения того, что город Касимов – это действительно один из самых ярких с точки зрения архитектуры городов не только России, но и мира. Как обещают организаторы, добровольцы-реставраторы получат ценные навыки по расчистке и защите предметов и объектов из дерева, металла и камня. В ходе работ каждый волонтер сможет расширить свои знания по истории искусства и архитектуре, получить или развить ремесленные навыки, перенять мастерство у профессиональных реставраторов. А еще это свежий воздух, и жаркая погода их не пугает. Ну, куда деваться? Мы терпелы, так сказать. Это у вас первый опыт? Да, я первый раз приехала в другой город. Сначала было страшно ехать, я вообще испугалась. Потому что мне позвонили и сказали, что Женя, тебя записали, ты поедешь. Вот, приехала сюда работать. Вообще все шикарно, все условия, все есть, жилье, кафе, ресторан у нас мы там кушаем, условия, все прекрасно. В настоящее время организовано шесть волонтерских камбусов в Москве, Ленинградской, Тверской и Рязанской областях. Движение расширяет сотрудничество с партнерами из Франции. 19-летний Павел Классон учится на географа в университете Сорбона. Для молодого француза это первый опыт волонтерской деятельности. Потрясающая культура, обожаю культуру, литературу. Очень люблю, кстати, всех, многих русских писателей. Пушкина, Толстого. Читал очень много произведений из этих писателей. Потом еще есть литература. Язык, очень вели, очень могучий язык. Я учу русский уже 10 лет. Хочу также поблагодарить местные власти Рязанской области, которые дали нам возможность сюда приехать. Они платят питание, проживание, и это очень добро, приятно. Международные кампусы будут работать в две смены. С 16 по 26 июля. И с 27 июля по 6 августа. Оксана Завьялова, Александр Алабин. Специально для телекомпании «Город». Открылся сезон тихой охоты. Темнотрассах продавцов грибов немного, зато их можно найти на рязанских рынках. Белые подосиновики, но больше лисичек. Как не ошибиться в выборе правильных грибов, далее в сюжете. Хороший, сладкий гриб. Два ящика подосиновиков, а еще лисички. Марина на рынке грибы продает каждый год. Эти собраны по дороге в Михайлов. Урожай пока небольшой, потому что лето было засушливое. Приемлемо в этом году по ценам. В том году были белые грибы 700-800 килограмм, 1200. В этом году досинники 250-350 за килограмм. Лисички 400 рублей килограмм. Если ложка, по боковочкам торгуем, по 200 рублей. На соседних прилавках можно найти белые грибы. Цена на них выше – 500-700 рублей. Ирина привезла их из Рыбновского района. У нее с мужем семейный подряд. Он собирает, она отвозит на рынок. Самое трудное найти часто результат тихой охоты – один гриб на километр леса. Собирать грибы необходимо вдали от промышленных предприятий, автомагистралей, автодорог, вдали от населенных пунктов, в экологически чистых районах. Собирать лучше в плетеные корзины, чтобы грибы не портились, очистить, проверить, нет ли червивых, и только после этого готовить. Случаи отравления, пищевых отравлений, связанных грибами, регистрируются ежегодно в Рязанской области, но они единичные. Так, в 2016 году это было 8 случаев зарегистрировано, в 2017 году 2 случая. Если это отравление ядовитыми грибами, то, возможно, это бледная поганка, так как ее легко перебудут со съедобными грибами. Особенно, если гриб собирают без ножки. Ближе к вечеру, когда главное – продать все, что не реализовано, за день продавцы снижают цены. Грибы можно купить намного дешевле. Но покупателей все равно немного. По рязанским меркам это все равно дорого. Пока грибов на рынке немного, их продают максимум 5 человек, но они надеются, что после дождей, которые прошли на этой неделе, можно будет собрать урожай побольше. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова